Начиная с 1 января этого года в дежурную часть Магнитогорской полиции уже поступило более 48 тысяч обращений граждан с сообщениями об административных правонарушениях и преступлениях. Это и телефонные звонки, и письменные заявления. Сотрудники дежурной части первыми реагируют на просьбу о помощи, поступающую от горожан. Подробнее об этом подразделение полиции расскажет Юлия Никифорова. Дежурная часть – самое первое подразделение, с которым сталкивается гражданин при обращении в полицию. Ежесуточно только в центральную дежурную часть городского ОВД поступает более сотни обращений от магнитогорцев. Младший сержант полиции Эльвира Таипова по образованию экономист. Девушка целенаправленно стремилась попасть на работу именно в дежурную часть полиции. Я очень долго к этому шла, и мне нравится помогать людям. Здесь появилась такая должность помощника оперативного дежурного по службе 02, и я очень рада была попасть сюда. Мы принимаем звонки, набрав 02, вы попадаете в управление города магнитогорцев. Здесь мы формируем сообщения и передаем по территориальности. То есть от нашей работы зависит, насколько быстро среагирует служба, в которой мы передаем сообщения. Сотрудники дежурной части взаимодействуют со всеми подразделениями полиции. При необходимости они вызывают следственно-оперативную группу, патрульно-постовую, участковых и не только. Все наряда мы поставим внимание, говорит Урал. Записываем ориентировку. От дома 8 по улице Ленина совершен угон. Автомобиль похищен. Лада Привора цвет белый. Записываем регистрационный номер. 908 принял. Капитан полиции Юрий Белоцерковский при 17-летнем стаже работы в правоохранительных органах в дежурной части правобережного отдела полиции служит два года. По словам Юрия Александровича, сотруднику дежурной части требуется выдержка, терпение, умение корректно общаться с гражданами и, как бы это ни странно звучало, человеческое сострадание. Обращения бывают самые разные – до 50 в сутки. Работа очень ответственная. Основную массу происшествий все-таки составляют различного рода бытовые происшествия, административные правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, конфликты внутри семьи, скандалы. На втором месте – это имущественного плана правонарушения и преступления. Ну и третья часть – это все остальное. Главная задача сотрудника дежурной части – быстро сориентироваться в ситуации. Для себя каждый из них ведет статистику тех правонарушений и преступлений, раскрыть которые он помог. По словам сотрудников дежурной части, в полиции ждут тех, кому по душе такая работа. Вакансии есть. На настоящий момент в нашей дежурной части есть несколько вакансий, поэтому, да, сотрудники нам всегда нужны. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжение следует...